Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Бизнес и банки» и с вами ее ведущая Екатерина Лозовая. А сегодня у нас в гостях очень известный, уважаемый человек. Денис Сотин, директор информационных технологий Росбанка, группы СССР «Женераль». Здравствуйте, Денис! Здравствуйте! Рад вас видеть в студии. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо вам, что пригласили. Добрый день! Я думаю, несколько слов о банке, о той организации, в которой вы работаете. Ну, Росбанк достаточно известный банк. Я думаю, что, наверное, вряд ли стоит очень много говорить. Но это один из крупнейших банков России. Это часть международной группы СССР «Женераль». Как вы знаете, в России мы имеем три банка, и Росбанк крупнейший из них. Это универсальный банк, у которого достаточно много бизнес-линий и достаточно развитая деятельность. То есть мы являемся одними из лидеров рынка и одним из системообразующих банков. История банка достаточно долгая. Как вы знаете, ранее банк не принадлежал группе, но постепенно группа приобрела контрольный пакет. И на сегодняшний момент являемся полноправным членом группы, одним из крупнейших банков за рубежом, то есть за границами Франции. Не страшно на себе нести такую ответственность? Нет, не страшно. Это почетно и очень интересно, потому что банк, как часть группы, имеет возможность использовать наработки группы, использовать тот опыт, который наработан в различных банках, группах и не только банковских организациях. И действительно это очень интересная работа. Интеллектуальная, творческая. В том числе. Что такое IT для банка в настоящее время? Это необходимость, конкурентное преимущество в чем? Я считаю, что информационные технологии для банка, и не только для банка, но для банка в первую очередь, поскольку мы представляем банковский сектор, является на сегодняшний момент основой жизни, поскольку большинство процессов банковских, большинство банковских продуктов, сервисов, они так или иначе связаны с информационными технологиями. А мне кажется, что вы подменяете сектор IT, нет? Мы не подменяем сектор IT. На самом деле у банка есть свои задачи. В первую очередь мы ориентированы на работу с клиентом, на предоставление клиенту конечных банковских, и не только банковских, околобанковских продуктов и сервисов. И для того, чтобы качественно предоставлять, мы должны иметь информационные технологии, и очень активно с ними работать, в том числе привлекая IT-компанию с рынка, но в том числе и ориентируясь на собственную экспертизу. И вы всегда должны быть в первых рядах? Мы должны быть в первых рядах, потому что мир вокруг нас меняется очень быстро. Мы видим, что мир становится очень технологичным, меняются потребности пользователей, они желают меньше ориентироваться на банковские продукты, они ориентированы на удовлетворение конечных потребностей, они стали абсолютно friendly с новыми информационными технологиями, и банк должен всегда успевать за этим. Соответствовать. Соответствовать требованиям времени, как бы это громко ни звучало, и обеспечивать необходимый уровень развития. Но ведь встает такой простой вопрос. Информационные технологии — это достаточно сложная область, если рассматривать ее глубоко. Скорее всего, ваша задача — сделать так, чтобы эти сложные технологии казались нашим пользователям простыми, легкими, воздушными. Поэтому не рассматриваем информационные технологии, применительные к банку, как некую отдельную часть. То есть мы сейчас стремимся сделать информационными технологиями частью всего банковского сервиса, и предоставлять нашему конечному потреблителю именно то, что он хочет получить. Предсказывать. Предсказывать в том числе. Не концентрируясь на том, что за этим стоят какие-то сложные технологии. То есть все сложности вы берете на себя, как я понимаю. Это наша задача. То есть сформировать сервисы и продукты таким образом, чтобы клиент получал именно то, что он хочет получить. Как мы будем это делать, насколько мы это автоматизируем, что за этим стоит, какие алгоритмы. Я думаю, что, наверное, клиенту это не очень важно. Денис, исторически я считала, что информационные технологии являются центром затрат для банка. Насколько вы считаете, это правда или нет? Мы считаем, что это центры инвестиций в будущее. Потому что действительно на информационные технологии тратится достаточно много. Но я считаю, что тратится будет еще больше. И вы считаете, что это правильно? Я считаю, что это правильно. Но здесь нужен подход относиться к этому не как затратам, а как инвестициям. Это значит, что любые вложения в новые технологии, в новый IT-персонал, в новые профили, которые сейчас только появляются на рынке, это инвестиции в будущее. И они должны окупаться и не должны производиться только ради того, чтобы быть произведенными. То есть за каждым таким случаем должен стоять бизнес-кейс и должно быть четкое понимание, для чего эти технологии применяются. Есть возможность в рамках неких лабораторий использовать новые технологии, получать прототипы, понимать, приемлемы они или нет. Но если мы говорим о банке, как о производстве продуктов и сервисов, естественно, внедрение новых информационных технологий, оно должно строиться только на четком понимании бизнеса и бизнес-потребности, которые эти технологии позволят удовлетворить. А как вы это делаете в банке? Вы проводите какие-то, может быть, пилотные проекты, то есть методом проб и ошибок, или вы ориентируетесь на известный мировой опыт? Ну, здесь есть два направления. То есть первое — это применение, скажем, более-менее традиционных и пробиванных технологий и решений. В данном случае, естественно, мы базируемся на анализе того опыта, который есть на рынке, опыта группы по внедрению различных решений, поскольку у нас есть и рамка группы, и соответствующие инновационные лаборатории, и технологические лаборатории по использованию различных новых технологий. Это же богатая история. Да, богатая история, богатый опыт, который можно и нужно применять, но, естественно, с учетом специфики рынка, с учетом того уровня развития, который есть в России. С другой стороны, мы создали сейчас технологическую лабораторию, которая в рамках банка получает право эксперимента с различными новыми технологиями, построение различных прототипов и совместно с бизнесом принятие решения о применимости тех или иных технологий для дальнейшего промышленного использования. Только польза? Только польза. На маленьких-маленьких каких-то проектах? На маленьких прототипах, да. Мы понимаем, что на самом деле даже в обоих направлениях, то есть с использованием традиционных технологий, достаточно много еще можно получить. Но и те новые технологии, которые приходят на рынок, мы пытаемся попробовать понять их применимость для тех или иных видов банковской деятельности, для создания новых продуктов и сервисов. И далее понимаем, как это применить для определенных бизнес-вертикалей, совместно с ними уже внедряем в промышленное производство, и это становится вариантом один, то есть уже традиционными технологиями. Вы не расскажете что-то новое, только что новый проект был открыт, связанный с роботами, интересный и, я бы сказала, нестандартный. Я бы назвал это наш совместный опыт с рядом партнеров по совмещению технологий и искусства. То есть у нас действительно прошла пиар-акция, она будет дальше продолжаться. Это художественная инсталляция «Робот-артист». Она была установлена в парке «Сокольники», и далее мы планируем использовать ее в различных других площадках. Идея состоит в том, чтобы показать символ объединения технологий и искусства в рамках этой инсталляции. Это возможно? Естественно. То есть на примере этого проекта видно, что с использованием высоких технологий можно достичь достаточно высоких результатов в изобразительном искусстве. Вы хотите вдохнуть душу? Мы хотим показать людям в новый век цифровых технологий о том, что искусство тоже может меняться, взаимодействие с людьми может меняться. Идея этого проекта состоит в том, что каждый может поучаствовать в создании картины за счет того, что с использованием достаточно сложного программно-аппаратного комплекса идет сканирование посетителей, определение цветовой гаммы. Эта цветовая гамма дальше используется в тех мазках, которые наносятся на платном. Естественно, все это работает по алгоритмам, достаточно сложным алгоритмам, которые заложены в тот программный комплекс, который в рамках инсталляции создан. Но, тем не менее, как мы видим, результат достаточно интересный. И картина создается в стиле импрессионизма. Как вы знаете, импрессионизм зародился во Франции. Мы как банк, часть французской группы, имеем французские корни. Это тоже символично. И вы несете. Мы несем искусство людям, но на новых подходах, с использованием новых технологий. И хотим показать, что сейчас возможно использование новых технологий для достаточно сложных вещей, которыми является создание произведения искусства. А как вам кажется, те люди, кто поучаствовал на начальных стадиях этого проекта, как они оценили его? Я видел первых пользователей. Глаза видели. Им было очень интересно. Они действительно были очень заинтересованы. Было очень много людей с детьми, что очень хорошо. То есть дети с малых лет включаются к искусству. Они вовлечены в использование новых технологий. И им действительно было интересно. Они очень быстро восприняли, как это работает. И очень активно участвовали в создании этой картины. Получается, что дети даже быстрее воспринимают такие вещи. Вы знаете, что дети у нас адаптируют все гораздо быстрее. И дети, которые работают сейчас, взаимодействуют с планшетами в два-три года. Это, наверное, мы вряд ли могли представить себя в таком качестве. Я вижу, могу наблюдать по детям, что действительно они очень быстро воспринимают технологии. Это то новое поколение, которое будет формировать абсолютно новые потребности и новые требования к тому, как они хотели бы эти потребности удовлетворять. Скорее всего, они будут несколько по-другому жить. Они уже начинают жить по-другому. Они уже по-другому. А чем банк помогает своим клиентам с помощью информационных технологий? То есть какие новшества? На самом деле все, что делает банк, оно так или иначе должно и нацелено на клиента. Но если мы говорим о банковском бизнесе, естественно, мы нацелены на то, чтобы удовлетворить потребности клиента за счет предоставления новых продуктов, в сервис, за счет скорости работы, за счет повышения качества сервиса. Но, естественно, это позволяет банку зарабатывать на этой деятельности, удовлетворяя потребности клиента. Любой труд должен быть оплачен, поэтому без сомнения это правильно, безусловно. Информационная технология является здесь тем фундаментом, на котором все это строится, и который позволяет и позволит в будущем достаточно гибко менять продуктовый сервис на предложение банка и еще больше понимать и быстрее понимать, что понадобится клиенту. Оперативно подстраиваться под нужды организации. Да, то есть речь идет о том, чтобы удовлетворять не только текущие потребности, но уже начинать предвидеть, что может быть потребоваться клиенту в будущем. И заранее. И заранее, естественно, формировать соответствующие банковские продукты и сервисы. Пакеты и продукты. И, опять же, использовать те дистанционные каналы, которые, как мы видим, они все активнее воспринимаются конечным потребителем, как основным каналом доставки услуг и сервисов. Спасибо большое, Денис. Я вынуждена прервать наш интересный разговор. У нас маленькая пауза на рекламу. Снова здравствуйте. Мы продолжаем передачу «Бизнес и банки» своими ее ведущей Екатериной Лозовой. И напомню, сегодня у нас в гостях Денис Сотин, директор информационных технологий Росбанка, группы СССР «Женераль». Денис, мы коснулись очень интересной темы по поводу внедрения нестандартных подходов в соединении искусства и банковской деятельности. С какими вызовами вы встречаетесь в своей деятельности? Ведь у вас очень ответственная позиция для банка. Позиция СИО, то есть директора по IT, она предполагает действительно достаточно много вызовов, потому что, как мы говорили, информационные технологии становятся, наверное, фундаментом банковской деятельности и тем фундаментом, который должен позволить в дальнейшем достаточно гибко, быстро реагировать на изменения рынка, на изменения потребительского поведения. Вызовов здесь достаточно много. Как ни странно, основной вызов — это правильная организация работы и правильная организация взаимодействия бизнеса и IT. Это такой ключевой элемент, который СИО должен решать и должен обеспечить механизм взаимодействия, который позволяет достигать результата, с одной стороны. С другой стороны, это формирование и внедрение в жизнь правильной архитектуры, которая действительно позволит банку очень быстро адаптировать свои продукты и сервисы под меняющиеся потребности потребителя. А как у вас это получается? Ведь это совершенно разные люди с разным образованием, разной квалификацией. Бизнес преследует одни цели? Мы считаем, что понятие бизнеса и IT должно рано или поздно размываться. Мы считаем, что бизнес должен становиться IT, IT должен становиться бизнесом, и мы должны перестать делить эти команды, делить людей на бизнес, IT, какие-то другие поддерживающие функции. Мы считаем, что мы должны работать вместе, должны совместно организовать команды, которые нацелены на достижение определенных результатов. В таком случае деление бизнеса и IT становится достаточно формальным, и во главу угла становится удовлетворение интересов клиента, внутреннего или внешнего, это зависит от решаемых задач, и эти команды должны быть нацелены на решение определенных задач, на достижение определенного результата, в том числе и по прибыли. То есть в таком случае общение происходит достаточно проще, все понимают, что это не разная часть банка, что это единая команда, которая достигает результата, но обладает, наверное, в какой-то мере разными умениями, разными компетенциями. То есть взаимодополняющая команда. Они взаимодополняют друг друга, взаимообогащают, и я думаю, что в будущем бизнес будет становиться все более IT-профилированным, а IT-специалисты все больше будут понимать, как работает бизнес, и вот эта грань будет стираться. Как вы относитесь к новым направлениям Agile, то, что сейчас пропагандируется и часто используется, насколько вы у себя в банке применяете такие технологии, и как вы к ним относитесь? Мы очень внимательно относимся к тем возможным формам организации сотрудничества бизнеса и IT. Опять же нужно понимать, что Agile — это своего рода некая идеология, под которой стоит достаточно много возможных форм работы. Единственное, мы понимаем, что все это должно внедряться и использоваться с четким пониманием влияния на те процессы, которые есть. Это должна быть система. И да, мы начали внедрять элементы, у нас есть Agile-команды, у нас достаточно активно идет процесс формирования новых Agile-команд, формируемых совместно с бизнес-подразделениями, с поддерживающими подразделениями по различным направлениям. И мы считаем, что это должно дать достаточно хороший результат там, где это применимо. А это придет к результату? Вот это спорный вопрос, который постоянно сейчас обсуждается. Привести к результату, потому что правильная организация таких команд предполагает в том числе высокий уровень ответственности людей, которые эти команды лидируют, в том числе со стороны бизнес-подразделения. Мы понимаем, что Agile — это не только про IT и не столько про IT. Это про организацию работы банка в целом и про изменение психологии людей, про изменение подходов и повышение ответственности тех команд, которые должны достигнуть определенного результата. И в любом случае... Люди готовы к такому? Люди уже готовы. Готовы? Да. И мы очень много прилагаем усилий для того, чтобы подготовить их еще больше. И со стороны IT мы также проводим достаточно много просветительских мероприятий и достаточно много уделяем внимания обсуждения с бизнес-подразделениями о том, как такие команды должны работать, как построить их наиболее эффективно и как совместно достигнуть большего результата, чем есть сейчас. Ведь дело в том, что раньше все писали технические задания, жесткие графики, выстраивали... Часто все эти графики, конечно, срывались. Как сейчас при таком новом подходе? Ну, во-первых, здесь не нужно тоже подменять понятия, потому что очень часто бытует мнение, что agile — это такой совершенно свободный, стихийный режим работы. На самом деле это не совсем так. Действительно, agile — это больше все-таки идеология, но тем не менее он подразумевает достаточно четкое фиксирование скопа задач, управления задач. Более того, управление задач в ряде случаев гораздо более четкое. Оно производится на коротком периоде времени и с достаточно четкими, понятными доставками по функционалу, по новым продуктам, по новым сервисам и так далее. То есть только в таких условиях это работает и будет работать эффективно. Поэтому, да, с одной стороны, agile — это про то, как ускорить процесс доставки. Информация. Но это не освобождает от того, что это должно соответствовать с определенным стандартам, определенным правилам. И вот эта общая система гаунаса, она должна существовать. Естественно, степень свободы гораздо выше, чем при стандартном, классическом, проектно-процессно-ориентированном подходе с долгими периодами, с большими командами. Но, тем не менее, это все равно выполнение определенных требований. Мы не можем допустить, чтобы на продакшн-контуре банка происходили неконтролируемые изменения. Поэтому это все-таки часть системы. Что бы вы могли посоветовать коллегам? Ведь у вас такой большой опыт. Мы должны быть ориентированы на результат и постоянно развиваться, постоянно узнавать то, что происходит вокруг, пытаться критически осмысливать и использовать. Потому что действительно изменений достаточно много. Много технологий, много организационных. Но нужно очень селективно к этому подходить и понимать, что именно применимо в тот или иной момент времени непосредственно в том или ином банке, в той или иной организации. И самый важный момент, мы должны понимать, что все мы работаем для клиента. Понятно, возможно, с корыстными целями. Но, тем не менее, наш основной центр внимания — это клиент. Клиент и бизнес, который работает с клиентом. И, соответственно, мы должны понимать, что IT — это не та часть, которая работает сама по себе. Мы должны быть частью общего процесса. Должны работать совместно с бизнесом и работать на клиента. Как будет дальше развиваться банковская область в сочетании с информационными технологиями? Какие перспективы? У нас всех, у банка, у вас как человека, который курирует такое серьезное направление. Я думаю, что перспектива у всех прекрасная. Если люди захотят развиваться дальше и будут развиваться, соответственно, они всегда найдут применение, найдут нишу, где они могут работать. В каком направлении? Если говорить непосредственно о трансформации банков, потому что достаточно много дискуссий вокруг этого, абсолютно очевидно, что этот процесс уже идет. Он достаточно постоянный. Сейчас он активизировался, потому что есть определенное давление рынка. Есть деятельность так называемой финтехкомпании, которая каким-то образом влияет на банковскую деятельность. Тем не менее, я убежден, что банки все равно останутся ядром той системы, которая предоставляет конечные продукты, сервисы клиента. И на самом деле, да, взаимодействие на фронте может меняться. Мы можем получать компании, которые будут более качественно, наверное, взаимодействовать с клиентом по тем или иным направлениям. Но тем не менее, ядро этих сервисов все равно остается в банках. Я вижу тот процесс, который происходит и в мировом масштабе, на самом деле. Действительно, банки сохраняют свою долю. Они трансформируются, меняют свою роль, становятся неким банком как платформа, но тем не менее, это банки. То есть практически за большинством сервисов так или иначе стоят банки. И в конечном счете они оказывают эти сервисы. Мы должны научиться более правильно, более четко работать с клиентом, понимать его потребности, формировать ему предложения. Может быть, более гибко? Естественно, более гибко. И пытаться предсказывать? И пытаться предсказывать. Мы должны работать с данными, которых у нас и так уже много. Их много у наших партнеров. И вообще в мировом пространстве данных очень много. А как вы относитесь к технологии дейта-майнинга, предсказательного моделирования, построения портретов клиента и связанным с этим? Мы не только относимся, мы уже с этим работаем. Поэтому у нас достаточно много в этой части делается, и в части блока СРМ, и в части рисков. И мы достаточно активно сейчас работаем с теми данными, которые имеем в банке, а также имеем возможность получать из внешних источников. Мы сейчас работаем в том числе и с некими пилотами по Big Data. Опять же, мы понимаем, что это все-таки инструменты и платформы. В основном здесь самое важное — это найти правильные кейсы применения этих тулов и платформ, для того чтобы анализировать данные на выходе, использовать их для предоставления каких-то сервисов и продуктов и для получения большей прибыли. Нужно учитывать достаточно разные скорости движения различных элементов рынка. И здесь я все-таки отношусь к тем людям, которые достаточно взвешенно оценивают. Мы достаточно долго дискутировали о том, что скоро дистанционные каналы победят традиционную банковскую сеть. Мы видим, что сейчас это не происходит. Это не так. Точно так же мы можем и должны предоставлять клиентам больше даже в рамках того, что мы умеем сейчас. Я в данном случае говорю не только о Росбанке, а вообще о банковской системе. Но тем не менее у нас есть новые возможности и новые технологии, которые в диапазоне 5-10 лет позволят давать больше и возможно трансформировать банковский бизнес. Но тем не менее очевидно, что разные модели, они долгий период времени будут существовать. И абсолютно консервативные, скажем так, условно консервативные банки. Банки более продвинутые, но которые как минимум обладают хорошими инструментами работы дистанционных каналов. И банки, так скажем, необанки, банки новой волны, которые полностью нацелены на внедрение новых технологий, полностью дистанционные каналы, другие способы работы с клиентом. Тем не менее все эти модели, они на рынке достаточно долгий период времени еще будут существовать совместно. Но Росбанк всегда был на высоте, надо отдать должное. Мы стремимся делать больше, лучше. И я надеюсь, что мы сделаем еще больше в ближайшее время и в последующие годы. Спасибо вам большое, Денис. Спасибо за такую интересную беседу. В эфире была программа «Бизнес и банки» и ее ведущая Екатерина Лозовая. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok